В сложившейся экономической ситуации особое внимание уделяется регулированию цен на отечественную сельхозпродукцию, продукты питания, товары и услуги. В правительстве Чуваши обсудили вопросы развития АПК и положения дел на потребительском рынке республики. Насколько готовы производители к осенне-зимнему сезону и стоит ли ожидать повышения цен в следующем репортаже. Крупы, фрукты, овощи, рыбные, мясные и молочные продукты. Перечень товаров, за ценами на которые ведется ежедневный мониторинг, широк. По данным Министерства сельского хозяйства республики, сейчас наблюдается некоторый рост стоимости овощей. Однако, в ведомстве рекомендуют не бить с тревогой. Ситуация должна стабилизироваться. Уборка овощей, картофеля, она только начинается и, конечно, цены еще не достигли минимального значения. Ну, конечно, много будет зависеть от погодных условий. В целом, в этом году мы планируем собрать картофеля больше, чем в прошлом году. Это где-то 600 тысяч тонн или на 3,4% корни прошлого года. И овощей 145 тысяч тонн, это где-то на 2,1% больше, чем корни прошлого года. Окончательно цены сформируются только после уборочных работ. Специалисты отмечают сезонные колебания стоимости отдельных видов продовольствия, товаров и услуг. Выросли цены на обувь, стеклянные, по сути, школьные принадлежности, стройматериалы, моторное топливо. И то же самое по услугам. Внизу видно, что железнодорожный транспорт, ежегодный повышение коммунальных услуг, услуги страхования. Перед правительством республики стоят непростые задачи. Сегодня испытывают трудности наши производители, сельхозтоваропроизводители. Здесь необходимо балансировать над политикой сдерживания роста цены. Ну и соответственно отстаиваем интерес от наших производителей. Совсем скоро начнут свою работу традиционные ежегодные ярмарки «Дары осени», на которых сельхозпроизводители без посредников продают выращенный урожай. Такие ярмарки положительно влияют на ценообразование. Татьяна Леонзева, Елизавета Зайцева, Олег Якимов, Республика.